Приветствую вас на подобные агрессивные проявления вашего мужчины. Я бы рекомендовал отвечать, знаете, вот, либо с юмором, если у вас есть такая возможность. Ну, если вы можете сами, вот, как бы себе, да, позволить ответить с юмором, если вы можете это сделать. То есть превратить все в смех, превратить все в шутку, по крайней мере, с вашей стороны, чтобы показать мужчине, насколько смешно выглядит то, что вы, например, то, что он делает, например, или говорит, и так далее. Либо, если вы сомневаетесь в том, что можете ответить с юмором, вот, если вы сомневаетесь, что можете ответить с юмором, тогда лучше вообще не реагировать никак, и просто либо с безразличием, помним, либо тогда, значит, игнорировать человека, либо сразу класть трубку, то есть пресекать его всякое, его всякое желание, его всякое стремление как-то вас оскорбить, задеть или уникить. Потому что, ну, определенный мужчина, он движимый, он движим, движим мужчина своими какими-то целями, движим мужчина своим желанием, возможно, у него в нем говорит задетое самолюбие, возможно, в нем говорит разочарование, возможно, действительно, как сказал мой коллега, ревность, то есть тут нужно разбираться более подробно с тем, что между вами происходит, потому что, ну, вот так можно все-таки ошибиться и дать неверную характеристику, мне бы этого не хотелось, вот, значит, и вам необходимо относиться к этому все-таки спокойно, с юмором, без лишнего негатива, без лишних эмоций, реагировать на это нужно спокойно, реагировать на это следует так, как будто бы этот человек не понимает, что он делает, не понимает, что он вообще творит, таки это, отчасти это действительно так, потому что, ну, вы знаете, адекватный мужчина, он не будет, не будет, наверное, все-таки так себя вести, адекватный мужчина все-таки будет вести себя более выдержанно, более спокойно, более правильно, более вежливо, что ли, по отношению к вам. А если человек позволяет себе вести себя так, ну, значит, это говорит о его культуре, и самое, наверное, что главное, это говорит о его отношении к вам, о его восприятии в вас, и это не говорит о том, что между вами может быть что-то хорошее, между вами может что-то получиться, к сожалению. Именно вот по этой причине, по причине того, что мужчина не намерен вести какой-то, какой, знаете, конструктивный диалог. То есть мужчина видит, что, например, видит вас, видит то, как вы себя ведете, и для него это подобно красной тряпке, да, то есть красной, ну, полотно. Он начинает туплиться, теряет всякую адекватность, и в итоге получается ссора. Вам, ну, ну, вам надо бы, вам желательно бы понять, почему он так себя ведет. С чем связано такое его поведение? Потому что оно ведь, оно же все-таки чем-то обусловлено, с его стороны, оно же все-таки как-то вот чем-то продиктовано. И если вы лучше поймете, почему мужчина так себя ведет, может быть, вам будет проще не воспринимать это близко к сердцу, может быть, вам будет проще, тогда воспринимать это легче, и вы не будете, например, так сильно переживать. Ну, по крайней мере, мне показалось, что вы достаточно сильно, достаточно негативно воспринимаете то, что говорит мужчина. Хотя, с его стороны, подобная реакция, ну, на мой взгляд, более чем нормальная, особенно если принять во внимание тот, например, факт, что между вами было что-то, между вами были какие-то отношения, а после эти отношения распались, мужчина посчитал по одной ему, видимо, ведомой причине, что вы его предали, что вы его унизили, что вы его задели, и, соответственно, начал вести себя таким вот неподобавшим образом. И надо сказать, что с этим вы лично сделать не можете ничего, потому что, ну, если человек уж выбрал модель поведения, то он будет этой моделью поведения и придерживаться до тех пор, пока ему это выгодно. И вы можете только лишь относиться к этому как можно более, как можно более обезличенно, то есть показывать ощущение, что вам, если не все равно, то, по крайней мере, это меньше из того, что вас может волноваться. Вот так. Я думаю, что именно подобным образом вам стоит себя вести. К сожалению, не могу здесь согласиться со своим коллегой, если вы ответите, будете отвечать мужчине грубо, это будет эскалировать конфликт, возможно, это будет еще больше симулировать мужчину на то, чтобы говорить вам какие-то негативные вещи, и тем самым еще больше как-то портить вам настроение, портить вам жизнь и так далее. Если вы этого не хотите, если вам это не нравится, если вы хотели быть для себя другого чего-то, то тогда постарайтесь конфликт как можно быстрее, как можно лучше, как можно эффективнее сглаживать, для того, чтобы он оказывал на вас наименьшее негативное воздействие. Я думаю, что это будет наиболее верным поведением в вашем случае. Я думаю, что вам стоит просить обе себя, вот, ну, хорошо. Кроме всего прочего, да, кроме того, что мужчина вот так себя ведет. Кроме этого, вы считаете возможным отношение между вами или нет? То есть, считаете вы возможным, что между вами что-то будет? Если считаете, что между вами что-то возможно, еще считаете, что, например, ваш конфликт как-то можно преодолеть и решить, то, да, конечно, ваше право, ваше право, например, терпеть вот такое отношение и так далее. Но если вы видите и знаете, что сделать ничего нельзя, и что мужчина всегда будет вести себя так, или, по крайней мере, у вас нет средств для того, чтобы его поменять и обозменять отношение к себе, то, да, будет лучше, если вы минимализируете с ним взаимоотношения, перестанете отвечать на его ограничения, потому что это вам только будет вредить, мужчина делает это для того, чтобы реализовать свои потребности, свои, как бы, ну, желания, свои, собственно говоря, интересы. Ваши интересы человек не рассматривает. А когда вы отвечаете ему, вы в первую очередь вредите себе, в любом случае, как бы вы себя не вели. Поэтому просто постарайтесь помнить, что, ну, что бы вы ни делали, как бы вы ни отвечали ему, пытайтесь напомнить, что вы вредите себе. И если не в ваших интересах, например, как-то, ну, общаться с мужчиной, если вам это вредит, если вы прямо знаете, что вам это вредит, да, то лучше все-таки будет, если вы не будете общаться с человеком, если вы все-таки позволите ему уйти, позволите ему быть, как бы, ну, наедине с своими проблемами, да, и вас в это не втягивает. Это будет, ну, по крайней мере, справедливо для вас, и вы таким образом будете защищать себя и, возможно, будете повышать уважение человека к себе. Вот. Я думаю, что именно так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам, надеюсь, что вам ответ, мой ответ был полезен. Если какие-то дополнительные у вас остались вопросы, буду рад вам помочь, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!